Хорошо, хоть это не закрыли еще. Мы с ребятами еще посмеялись, что ужесточает режим, вообще все закроют, если карантин объявят, огородят ленты, поставят пост. Но пока вроде фут-фут, заниматься можно. Подтягивается, приводит в норму дыхания и сразу очередной подход. Уличные тренажеры, спасение для профессионального фитнес-тренера Станислава Лузанова. Это хоть как-то помогает поддерживать форму. Пандемия сделала его временно безработным. Станислава рассчитали за март и отпустили домой. Деньги закончились. Живет пока на пенсию мамы. Мы сегодня сходили в магазин, купили самый такой, ну скажем так, необходимый минимум. Минимум-минимум. Все. Я посчитал наш семейный бюджет. У нас в кармане лежит 500 с небольшим рублей. А еще, как и у многих, кредиты уже капают проценты. Станислав пытался уйти в онлайн, не получилось. Говорит, клиенты не хотят платить за такой формат. А вот другие тренеры все-таки смогли перепрофилироваться. Корпус назад отводи немножечко. Опорная нога рабочая. Конечно, на удаленке зарплаты у тренеров рухнули больше, чем наполовину. Но это способ хоть как-то держаться на плаву, рассказывается владелец сети фитнес-клубов Денис Капустин. Здесь выживают только те люди, у которых до кризиса было много персональных клиентов. Они переходят к ним на онлайн. И те, которые действительно чего-то стоят и могут себя подать как личность, как харизматичная личность в интернете. Получается, что те, кто еще не успел сделать себе имя и наработать клиентскую базу, остались ни с чем. Они продолжат экономить и ждать, когда ограничения снимут. Дарья Демилер, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.